В разгаре мероприятия, приуроченные к проведению всероссийской акции Stop Vich Speed. Разные площадки во многих городах, оживленные дискуссии и конференции специалистов. Бесплатные консультации и возможность дать анализы. И все это, чтобы убедить как можно больше людей в том, что ВИЧ это не приговор. Просто необходимо знать максимально много о диагностике, профилактике и возможностях лечения. Репортаж Ильи Костина. Вот уже много лет она принимает препараты, которые позволяют поддерживать организм. В остальном у Светланы и Замбаевой все как у всех. Муж, работа, двое здоровых детей. Еве 11, Адаму 9. Первый анализ, когда мы получили, отрицательный, то есть без ВИЧ-инфекции. Мы с мужем прыгали до потолка, потому что мы такие радостные. У-у-у, у нас дочка здоровая. Но это реально радость. Многие, вот сейчас я веду курсы для беременных, и когда они мне присылают, у моей девочки или у моего мальчика отрицательный анализ. Это действительно счастье. Светлана основала фонд помощи ВИЧ положительным женщинам, таким же, как она. Специалисты уверены, чтобы уберечь себя и своих близких, о вирусе нужно знать как можно больше. Сама проблема ВИЧ-спида, это проблема социальная, затрагивающая все общество, любой страны. И наша страна входит в не очень большой перечень стран, которые руководствуются государственной стратегией по борьбе с ВИЧ-спидом. В Одином исследовательском ядерном университете МИФИ сегодня открылся форум «Остановим СПИД вместе». Десятки докладов, объединенных главной мыслью, как важно вовремя узнать свой ВИЧ-статус и начать лечение. В рамках акции во всех образовательных учреждениях России происходят различные просветительские и спортивные мероприятия. Волонтерские акции, акции милосердия по работе с группами риска и профилактики, дискриминации людей, живущих с ВИЧ. А также бесплатные и анонимные тестирования на ВИЧ. Экспресс-проверку для студентов и всех желающих проводили сегодня и во дворе университета, в передвижной лаборатории. Мы тоже решили не отставать. Сдать анализ можно бесплатно и анонимно. Вот мне присвоили идентификационный номер. Сама процедура несложная. Ну, собственно, это же можно сделать и в любой районной поликлинике. Пару минут и результат готов. Скажите, сколько человек сегодня прошли проверку? Больше двухсот человек прошли проверку. Студенты активно участвуют в акции, интересуются проблемой. Акция проходит хорошо. Врачи говорят, сдавать кровь на ВИЧ нужно регулярно. Ведь вирус может проявить себя спустя несколько месяцев после заражения. Ученые во всем мире уже много лет бьются над поиском эффективного препарата против ВИЧ. Разработкой новейших методов лечения занимаются и российские специалисты. Вводим наш препарат в клетки костного мозга. Мы надеемся, что мы сможем вылечить человека на всю оставшуюся жизнь. То есть это будет излечение. В России сейчас более 900 тысяч человек с вирусом иммунодефицита. Темпы роста заболеваемости снижаются, но все равно остаются очень высокими. Достаточно сказать, что каждый час заражения получают 10 человек. Ты поступаешь так же, если пренебрегаешь простыми правилами профилактики ВИЧ-инфекции. Илья Костин, Елена Штоколова, Юлия Ходорова, Станислав Оплетин и Анна Хигай. Первый канал.